приветствую дорогие друзья сегодня с вами я владимир дзюбай хочу сказать пусть бог благословит каждого из нас время благословенное и знаете я сегодня хочу поговорить о духовном росте у нас служение мы очень часто говорим о том что мы должны расти духовно я думаю что это правильно мы должны себя мать мотивировать к добрым делам и очень часто люди задают а в чем заключается духовный рост некоторые приводят такое сравнение о чем дольше человек в церкви тем больше у него духовный рост или от если он больше может цитировать мест писания ли он знает значит у него духовный рост кто-то скажет о отучился в каком-то библейском заведении у него был духовный рост и этому есть место но я думаю что верный путь это духовный рост это наша способность реагировать на те обстоятельства которые приходят в нашу жизнь когда мы следуем за нашим господом своем сердце естественно это то что бог он всегда будет работать с нашим сердцем через слово божье вкладывая и перенося нам понимание и вот насколько мы в состоянии реагировать даже на эти места писания даже в этом заключается выражается духовный рост временами мы слышим для себя слово и мы на липоне это не для меня а это еще не время это как-то это как-то тяжело это сложно мы напоминаем маленьких детей я думаю что большинство тех кто меня слышит были у них были когда-то маленькие дети маленькие дети и когда ты кормишь ребенка ты приготовил какую-то еду это знаешь что это это полезная еда ты ему начинаешь давать он отворачивается нет нет я пока за всем видом я не хочу я не хочу это принимать и вы понимаете он ребенок и надо что-то сделать для того чтобы он кушал эту кашу там или что вы там приготовили почему потому что это то что скажется на его здоровье в дальнейшем на его развитие вот точно так же и в нашей жизни есть места писания которые нам очень сложные мы принимать особенно в каких-то определенных обстоятельств мы пытаемся уворачиваться нет 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 но это надо принимать для чего для того чтобы возрастать духовно потому что когда мы возрастаем духовно бог нас может использовать бог может использовать нас лично и бог может использовать нас как церковь и сегодня я возьму одно место писания которое знать для некоторых людей она очень тяжело для их него восприятия но это могу сказать твердая пища которую надо тоже вкушать для того чтобы быть использованы богом матвея 5 глава 40 43 стих а вы слышали что сказано люби ближнего твоего и ненавидьте врагов твоих а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих да будете сынами отца вашего небесного ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и ненаправедных и вот первое то на что я хочу обратить внимание это то на 45 стих это то о чем говорит иисус да будете сынами отца он не будет не будет вы не будете детьми а вы будете сынами это понимание которое относится к определенной зрелости и я верю что это то в чем кто в ту зрелость которую мы должны возрастать как в сорок третьем стихе он сказал если говорят любите ближнего свое а иисус говорит любите врагов своих а я верю любите врагов ваших ваших у нас есть сегодня враги у нас сегодня в на разном в разных местах есть сегодня враги слава тебе господи и благословляйте проклинающих вас есть люди которые сегодня на самом деле клянут и проклинают и обижают потому что проклятие здесь имеется ввиду всякое негативное то что касается высвобождена в нашу жизнь критика сплетни многие вещи которые сегодня звучат и моих людей это то что и останавливает вхождение с богом они начинают они начинают включаться в эту борьбу они начинают включаться в эту разборку а иисус говорит благословляйте они проклинают благословляйте любите ваших врагов я понимаю что кто-то скажет о как любить они мне сколько принесли мне сколько причинили и я вам хочу сказать это даже несколько душевная любовь чтобы испытать какое-то чувство это я знаю некоторые люди в какие-то моменты даже тоже испытывают это чувство прощения и внутри себя когда отпускают когда люди поступили несправедливо когда что-то делали неправильно в отношении нас говорит благотворите ненавидящих нас и самое важное то что мне кажется вот то что мы можем сделать как верующие как зрело духовные люди это начать молиться сегодня за этих людей которые обижают нас враги которые разочаровали которые обидели просто начать молиться за этих людей просить господь благослови их даем покаяние даем свободу принеси им в жизнь обновление молиться что кто-то скажет а чего это должен молиться за них это первое свидетельство того что вы еще ребенок потому что зрелость она состоянии принять и начать молиться за этих людей благословлять этих людей и понимая то что для меня важна свобода не без того что может какое-то время душа она поскорбела она пострадала но потом ты подымаешься и понимаешь да я призван к тому чтобы молиться если я стремлюсь к зрел зрелости я должен это сделать поэтому даже сегодня посмотрите увидьте сегодня тех людей которые может долгое время вас терзают и мучают в душе от того что они сделали может есть необходимость сказать господь я прощаю этих людей и я сегодня молюсь за этих людей которые меня обидели которые меня разочаровали ты бог благой как иисус сказал он бог повелевает солнце сходить над злым над злыми и над добрыми чтобы ты любишь всех и я думаю что в этом есть необходимость нам учиться практиковать увидеть сегодня перед собой эту истину потому что я знаю десятки людей которые подымаются каждое утро на молитву и моё большое желание чтобы молитва каждого из вас она была эффективна и эффективна чтобы вы в духе были эффективны для того чтобы у каждого из вас в сердце знаете как было сила сегодня стоять и ходатайствовать я верю что когда мы стремимся к этой зрелости и площадь нашей молитвы она расширяется и увеличится почему то что бог нас может использовать молиться за страны сегодня конфликты даже между странами происходит и я думаю что есть необходимость сегодня как верующим подыматься ходатайствовать и молиться не пытаться на какую-то обиду еще более изощрение кого-то обидеть поэтому пусть нас бог благословит и будем стремиться к совершенству которое есть для нас в господи будем стремиться к зрелости для того чтобы быть теми людьми которые богу пригодны во всякое время чтобы он их употребил с миром божиим аминь